Как вы уже слышали, начинается цикл лекций на русском языке Именно для русскоговорящего джимата И одним из них будут уроки по Курану По его тайнам, по его скрытым смыслам, по его красноречию То есть все науки, то, что связано с Кураном, будут оговариваться в этих уроках, иншаллах Бисмилляю рахману рахим Сегодня наша лекция по вещества, ващественно, самому слову, Куран Почему Куран именно Кураном называется? Так как это слово, слово Куран, было употреблено в Куране 61 раз Вместе с этим некоторые ученые насчитали около 50 названий Курана Но наиболее часто используемые, которые самые используются в самом Куране, это их 5 Это слово Куран, которое использовано 61 раз Слово Фуркан, которое означает различающий, то есть различает ложь от истины Зикр, напоминание Китаб, то есть книга священная И Танзиль, то есть неспосылаемая Само слово Куран означает читать Также на его дословный перевод, его словарный смысл Это собирать, то есть то, что собрано В течение нескольких лет И есть первое неспосылание Курана и второе неспосылание Курана Первое неспосылание Курана, это когда был Куран неспослан Сляух иль-Махфуз, то есть с хранимых скрижалей Куда он был изначально записан, был спослан, что на первое небо То есть на Байтуль-Маамур Байтуль-Маамур это священный дом, дом обитания То есть то место, которое находится над Кабой И имеет тот же самый, то есть копия Кабы Где совершают поклонение ангелы На это небо был неспослан Куран После Танзиля, то есть постепенно он был неспослан Что периодически в течение 23 лет Нашему куроку Мухаммаду, саллиллаху алисалям Так, например, в Суре Кадр мы читаем Сур-Кадр, например, о священном Рамазане Поистине мы неспослали Куран в ночь предопределения, в ночь Кадр Там использован глагол анзальнаху Анзальнаху это означает неспослать полностью целиком То есть он был полностью целиком неспослан в ночь Кадр Куда на первое небо, на Байтуль-Маамур После других аятах Курана Аллах говорит Мы неспослали Куран Поистине мы неспослали Куран постепенно То есть постепенное неспослание Курана Пророку Мухаммаду, саллиллаху алисалям И как вы уже слышали Встречаются суры мекканские и мединские Например, сура Наджим 53-я сура Курана Это мекканская сура, в которой содержится 62 аята То мекканские сура, это те сура, которые были неспосланы в первый период пророчества То есть первые 13 лет пророчества нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алисалям Когда он жил в Мекке до переселения Медины Тогда и летоисчисление называлось Набави То есть первый год Набави, первый год пророчества, второй год пророчества После того, как пророк, саллиллаху алисалям, со сподвижниками переселился в Медину Там они основали мечеть Набави То летоисчисление перечисло на хиджри То есть первый год от перечисления, второй год от перечисления То последующий период, это был 10 лет Мединский период И те суры, которые неспослались в мекканский период Они чем отличались от мединских сур? Тем, что в мекканских сурах в основном говорилось о противоборстве с язычниками Мекки То есть когда пророк, саллиллаху алисалям, и сахабы жили в Мекке То в основном их конфронтация была, это язычники, безбожники Которые принимали единобожие таухид нашего пророка, саллиллаху алисалям Который он передавал, Аллах Талля передавал им через откровение Эти суры были наполнены именно чем? Смысл были наполнены таухидом То есть о единобожии говорилось, о пророчестве, о дне хиямата И со стороны красноречия и риторики, они были очень краткими и очень четкими Самые, можно сказать, трудные слова были использованы в этих сурах То есть это был, можно сказать, поэтический стиль Курана Так как Куран был неспослан, это же муджиза То есть это неподражаемая Курана, книга Аллаха Талля Которая неспослала нашему пророку, саллиллаху алисалям И каждому пророку Аллах Талля в свое время давал муджиза То есть то явление, которое не могли сделать другие на тот период И это явление было связано с тем, чем занимались, тем, чем хвалились люди на тот период Например, взять жизнь Муса, алисалям Его период жизни, его эпоху То в то время было развито колдовство Люди занимались колдовством, каждый его практиковал Достигал у него каких-то степеней То Аллах Талля нашему мусию пророку дал что? Посох, который превращался в большую змею И когда он выходил на спор с этими колдунами Он что? Напожирал их колдовство Таким образом он был вверх над ними И они не могли ничего с ним поделать Во время Иса, алисалям, нашего пророка Иса, алисалям Была развита медицина, лекарство, знахарство То люди занимались этим, достигали каких-то степеней в нем То Аллах Талля в связи с этим нашему пророку Исе, алисалям Дал что качество исцелять людей То есть он исцелял слепых, зрячими делал Те, у кого какие-то кожные заболевания были, излечал их Просто проводил своей благословенной рукой И доходил до того, что по воле Аллаха он даже оживлял мертвых То есть то, что не могли никто сделать на тот период Он дал Аллах Талля Иса, алисалям И в эпоху нашего пророка Среди арабов того времени была развита красноречие То есть они соревновались буквально каждый день в красноречии, в риторике У кого речь будет более красноречивая, более краткая, более ясная У кого будут самые красноречивые слова использованные Новые методы они придумывали, риторики на тот момент То Аллах Талля, чтобы, как говорится, их же языком донести до них Сделать их бессильными, Аллах Талля не спасла Куран И первые суры, которые 13 лет не спаслались Это были американские суры, которые наполнены именно красноречием Риторические вопросы в них были, риторические восклицания И те даже поэты на тот момент, которые достигли совершенства в риторике красноречии В то время, они когда слушали Куран, они возвращались И ничто не могли ответить на него Говорится, Варид бин Мухира Когда к нему отправили его на встречу с пророком Мухаммадом То пророк Мухаммад, саллаллаху алисалям, зачитал ему аяты Курана На что он ничто не смог сказать И вернулся к своим язычникам, безбожникам Они у него спросили, как ты поговорил с ним, как переговоры прошли То он сказал, что пророк, саллаллаху алисалям, зачитал мне такие аяты На которые я не смог ответить То когда приближалось время хаджа И язычники, безбожники на тот момент боролись с исламом С его принятием Они знали, что сейчас люди придут, если они услышат Куран нашего пророка, саллаллаху алисалям Начнут один за другим принимать ислам То как этому сделать преграду? То тогда они решили, давайте объявим его сумасшедшим И приложили это валиду Ибуму Гири, который хорошо разбирался именно в Речи, в Красной Речи То он сказал, что в его словах никакого сумасшествия абсолютно нет Тогда давайте назовем его обманщиком, лгуном То он сказал, что в его речи абсолютно ничего нет лживого Тогда давайте назовем его предсказателем На что валид Ибуму Гири ответил, что я знаю речь предсказателей То есть я постоянно с ними контактирую И то, что он говорил, то, что он мне зачитал, в этом нет никакого даже намека на какие-то предсказания, на какие-то гадания В конце концов они сказали, давайте назовем его колдуном На что валид Ибум Гири тоже сказал, что невозможно его назвать колдуном Это не колдунская речь, но на этом они сошлись и оболгали нашего пророка Салаллаху алисалям Из-за того, что речь пророка, то есть Куран, она что делала? Она разделяла между собой сына и отца То есть тот его слушал, принимал ислам И что он становился по одну сторону баррикад И, например, отец его мог стать по другую сторону баррикад Наоборот могло быть Отец мог принять ислам и остаться в неверии То таким образом они что? Это как действие колдовства, которое разделяет мужа и жену, отца и сына То это будет что? Мы наживем, давайте его колдовству, это более подходит И в Куране об этом говорится, что они называли нашего пророка, салаллаху алисалям, предсказательным колдуном Никакой он не является ни предсказательным, ни колдуном Он является что? Истинным посланником Аллаха Атали Это был мекканский стиль Курана Который не способ был именно в противоборство с язычниками, с безбожниками в мекке на тот период В 13 лет именно пророк, салаллаху алисалям, что делал? Сперва занимался проповедованием ислама Укреплял иман, веру сподвижников То есть после того, как вера укрепилась, как иман в сердце укрепился Стали понятны основы вероучения, акиды Что Аллах един, один, нет ему сотоварища Что Аллах, Талли, в этот мир не спослал тысячи пророков до этого Чтобы наставить людей на прямой путь Погубил те народы, которые не приняли призыв пророков После этого Аллах, Талли, когда пророк и его сподвижники переселились в Медину Было переселение, хичри То тогда началось что не спаслаться уже именно хукма, повеление Курана То есть что надо делать? Ибадат что есть? Ораза, намаз, бракоразводный процесс, судебные тяжбы, как должны проходить, как должно быть завещание сделано, как должно быть наследство распределено Это все об этом говорилось в бензинских сурах Поэтому бензинские суры, они носят уже более какой научно-популярный официально-деловой характер То есть в них уже не говорится краткими словами, не говорится восклицаниями Там не говорится, что по порядку идет все Весь состав предложения идет по порядку Подлежащие, сказуемые То есть чтобы человек ясно понял, что этот приказ хочет до меня донести Таким образом в течение 10 лет не спослались уже приказы Аяты Курана Чтобы донести до людей именно эти приказы И когда вера укрепляется у человека, ему легче выполнять уже приказы Аллах Таля То есть он уже понял, что эта жизнь коротка, она скоро закончится Завтра мне придется за каждое мое дело отвечать То после того, как Аллах Таля уже укрепил в сердцах верующих сахабов иман 13 лет не спослание было 13 лет была борьба именно с неверием, безбожеством Когда они переселились в Медину, Аллах Таля начал не спослать Мединские суры, в которых говорилось именно о повелениях Курана Что делать, как делать, как жить в общественной жизни Как жить семейной жизнью, как вести законодательные моменты После этого сахабам уже легче было это принимать То основное вот это отличие было между Мекканскими и Мединскими сурами Это в том, что именно их характер носил разный смысл Свои отличия были Субхану Рубику Рубил Ализзати Амма Ясифуна Ва Саламу Лалимур Салим Ва Лхамду Лилайру Бил Алями Амин